Благоустройство детской площадки, стихийно образовавшаяся небезопасная дорога, шлагбаум, неудовлетворительная работа управляющей компании. У жителей дома номер 70 по улице Мичурина накопился ряд вопросов. После того, как Наталья Лихарева разместила просьбу о помощи в комментариях под постом главы региона Вячеслава Федорищева, на ее сообщение отреагировал глава Октябрьского района Сергей Радько. Он договорился о встрече с активной жительницей во дворе многоквартирного дома, чтобы на месте обсудить возникшие вопросы. В письменном виде, например, администрация, то, что я написала, они же этого не видят. Он пришел, посмотрел, он увидел действительно все проблемы, поэтому я надеюсь, что такие встречи будут продуктивны и будут устраняться. Я не первый раз с ним общаюсь, он как бы старается всегда помочь, выйти на связь. Ну, все, что в его силах, по крайней мере, всегда двигается с мертвой точки. В настоящее время уже выполнен покос травы на детской площадке и покраска малых архитектурных форм. В дальнейшем за порядком на площадке будут следить ответственные службы по согласованию с жителями. Кроме того, районные власти уже устанавливают законность установки шлагбаума. Подготовили письмо в отдел полиции по Октябрьскому району. Я намерен встретиться с руководителем, чтобы обсуждать альтернативные варианты заезда в офис, тем более они были раньше. Это они просто для удобства решили здесь пиратские маршруты для себя организовать, не думая о том, что несут угрозу детям и сами попадают в зону риска. На встречу обсудили и возможность выбора новой управляющей компании, отвечающей требованиям жителей. Выяснилось, что в доме есть муниципальное жилье, поэтому вместе с жителями и старшей по дому районные власти обсудят достойную управляющую компанию, которая будет следить за порядком в доме и на прилегающей территории. Ряд вопросов мы поэтому и выехали, чтобы самому увидеть, разобраться в них. Все они требуют обсуждения. Вопрос на контроль визита моего здесь в том числе находится у главы региона, поэтому мы неотступно будем следить, чтобы все вопросы, которые на сегодня здесь звучали, чтобы они были все разрешены. Напомним, в каждом внутригородском районе Самары работают пункты приема обращений граждан главе региона Вячеславу Федорищеву. Все наказы и сообщения направляются в региональный департамент по работе с обращениями граждан и организаций. В дальнейшем они лягут в основу программы развития Самарской области.